Привет! Это видео о том, как научиться играть на бас-гитаре. Сегодня мы находимся на орбите солнца, и у нас есть замечательный дедушкин бас. Не обращайте внимания на внешний вид и эту красную струбцину. Этот сингл замечательно играет, хоть и фонит. Ну теперь, собственно, о том, как играть на бас-гитаре. Можно играть медиатором, но любой басист сразу скажет, что это не серьезно, нужно играть пальцами. Поэтому ставим руку, опираем большой палец куда-нибудь на звукосниматель и начинаем показывать человечка. Ну вот, примерно в таком духе. Далее нам надо знать, что зажимать. И если вы заметили, ладов у меня нету, так как их не хватало, и я все выкинул. Ну, собственно, они мне и не нужны. У меня здесь остались пропилы от ладов, это и является ладами. Мы должны знать, где нам играть. Вот, поэтому спросим, например, у гитариста, либо посмотрим по его большому пальцу на барре. И мы увидим определенную гармонику, например. Кто узнал песню, пишите в комментариях. Вот, собственно, все в принципе просто. Опять-таки, любую гармонику можно ли спросить у него. То есть 4, 6, 3, 5. И он нам скажет по ладам. Ну, гитарист я подразумеваю. Если есть такой в группе. Если нету, то займите, пока не научитесь. Вот, собственно, если вернемся мы дальше к вот этому раскладу. То мы увидим, что на клавишных это выглядит чуть-чуть по-другому. Оп, замечательный монитор. И если вы заметили, то здесь присутствуют черные клавиши. Весь секрет в том, что октава состоит из 7 нот. Или 12 полутонов, если учитывать и черные клавиши. Мы обязаны знать то, что эти 4 струны повторяют у нас гитарные 4 струны. Соответственно, мы можем отсчитать любую ноту. То есть, ми, фа, соль, ля, си, до, ре. И опять ми. Вот, собственно, еще самый главный вариант. Это то, что между си и до нет черной клавиши. И между ми и фа нет черной клавиши. Понять сложно, но нужно. Но это так вот. Далее. Это как отсчитывать, в общем, и находить уже непосредственно ноту. Если вам говорят ли, си, ми, фа, соль, ле, ре, ми. Ну, вы, в общем, поняли. Далее басист может играть, например, какой-то ходильник. Басовый. По гамме. И это будет являться музыкой. И гитаристы будут дублировать уже свои партии. Ну, например, блюзовые гаммы, либо минорные гаммы. Также есть техники игры с лэпом.